Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и уже в августе этого года может произойти событие, сравнимое с отменой золотого стандарта в 1971 году. Конечно, если нас не водят за нос, вероятность чего достаточно высока признаться. Я задеваю эту тему только потому, что она касается валют, золота, финансовой системы и биткоина. Ведь это тектонические изменения финансовой системы, о которых тебе стоит знать. Также предупреждаю, что мое мнение может не совпадать с мнением цитируемых мной людей. И прежде чем мы перейдем к контенту, не забудь поставить лайк. Это очень помогает, правда, ведь каждый лайк это 10 показов, так что только ты можешь помочь продвинуть это видео. Большое спасибо. В БРИКС анонсировали обеспеченную золотом глобальную цифровую валюту, и она, возможно, будет запущена уже через 2-3 недели. О чем могут объявить на саммите БРИКС в августе этого года. Это сообщение появилось 8 июля. Невероятно, как быстро все происходит. Посмотри на это. Это заявление президента Байдена по поводу утверждения Джареда Бернштейна на пост председателя Совета экономических консультантов. Джо Байден нанимает этого человека для борьбы с инфляцией. И заявление было сделано 14 июня 2023 года. И знаешь почему? Это интересно. Потому что если мы погуглим имя Джареда в гугле, мы находим эту цитату. Правительству США необходимо отказаться от обязательств по сохранению статуса резервной валюты для доллара США. Это говорит председатель Совета экономических консультантов Америки, который был назначен Джо Байденом несколько недель назад. Также мы можем найти статью в Нью-Йорк Таймс. Десятилетней давности его же авторство. Он пишет, Америка не может позволить себе привилегию сохранения статуса мировой резервной валюты для доллара США. Это было опубликовано 27 августа 2014 года 9 лет назад. И этого человека на важный экономический пост назначает Джо Байден. Ты хочешь сказать мне, что мы не находимся на стыке эпох? На обрыве, за которым начинаются большие перемены? 30 стран намерены присоединиться к БРИКС. Это информация от 24 мая 2023 года. А это обновленная статистика. 7 июля 2023 года 41 страна мира желает присоединиться к БРИКС. С 30 до 41 страны за 6 недель. Это Афганистан, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Таиланд, Арабские Эмираты, Сирия, Саудовская Аравия, Турция, Венесуэла, Тунис, Зимбабве и даже Франция. Эфиопия тоже подает заявку. Имея крупнейшие подтвержденные запасы нефти в мире, Венесуэла рассматривает членство в БРИКС как толчок своей падающей экономике. Посмотри на эту карту. Подожди, а где она, кстати? Посмотри на эту карту. Если ты, это Америка, ты владеешь этой силой. Нефти долларов, мировой резервной валютой. Ты, по сути, правишь миром. Через 2-3 недели на карте появится новая валюта. Цифровая валюта, обеспеченная золотом. Еще 5 лет назад о таком даже никто не задумывался, но сегодня некоторые люди начинают называть создание этой валюты проблемой для существующей системы. И на самом деле у меня есть к этой новой валюте вопросы. Ведь если ты реально не сможешь прийти в банки и обменять свою новую цифровую валюту на кусочек золота, который ее как бы обеспечивает, то это какой-то обман. Но вот если ты сможешь, это уже другая история. Это как будто бы возвращение в прошлое до 1971-го. И честно говоря, мне, как биткоинеру, это тоже не нравится. Мы не должны уходить в прошлое. Но ситуация намного глубже, чем эта карта. Посмотри, что происходит в США. Федеральная резервная система анонсирует запуск цифровой платежной системы FedNow в июле. То есть прямо в этом месяце. И вот как она будет выглядеть. Очень странная схема. Итак, например, ты хочешь отправить деньги своему брату или клиенту. Ты сначала отправляешь их в свой банк. И прежде чем деньги отправятся в банк получателя, они должны пройти через FedNow сервис. Где транзакцию либо подтвердят, либо отклонят. Объем полномочий, которыми владеет FedNow, просто невероятный. Просто немыслимый. Вот что происходит, по моему мнению. Июль и август этого года – это важные вехи на пути к миру совершенно другого типа. Я бы сказал, что запуск FedNow в США и запуск цифровой валюты, обеспеченной золотом в БРИКС – это ворота в новую эру. Посмотри на это. Это список банков и учреждений, которые уже записались участниками новой платежной системы FedNow. И мы видим здесь множество крупнейших банков – JP Morgan, Wells Fargo, Benny Mellon и другие. Но самое интересное, что здесь находятся не только банки, но и такие компании, как Walmart, как Netflix. Так что мы вступаем в очень уникальный переходный период. Не только для доллара США. Не только для биткоина. Не только для финансовой системы. Да, доллар США никуда не денется. Мне еще отец рассказывал о том, как в его юности говорили о том, что доллару скоро конец. Доллар США поддерживается вооруженными силами США как минимум. Но все равно, ребята, мы с вами находимся в уникальном моменте истории. И я так рад, что именно вы разделили со мной участь быть его свидетелем. А теперь я хочу показать тебе монолог одного американца, который намекает мне на то, что я не зря поверил в биткоин. И когда ты послушаешь его до конца, ты тоже поймешь, что все это не зря. 4 триллиона долларов инвестиций в год. Возобновляемые источники энергии до 2030-го. Это 6 лет или около 20 триллионов долларов. Кто же даст нам такие деньги? Откуда они их возьмут? Большой вопрос. Эти 20 триллионов долларов будут добавлены к национальному долгу США. Они говорят, что хотят бороться с инфляцией и снизить ее до 2%, но как это сделать? Мы просто повышаем процентные ставки. И они говорят о таких вещах, как налог на перевозки. Этот налог на морские перевозки может принести 100 миллиардов долларов климатического дохода в бюджет США. Реальность в том, что новые климатические налоги могут быть гораздо ближе, чем вы думаете. Это журнал «Тайм». Статья вышла 6 февраля 2023 года. Они движутся вперед к внедрению углеродных налогов на товары и услуги, на вещи, которые закупаются в Китае и за рубежом. Все наши расходы будут продолжать расти. И если мы не сможем сохранить статус мировой резервной валюты доллара, что в итоге произойдет? Эти страны не будут покупать наш долг. Они не будут заключать свои крупные сделки с использованием нашего доллара. А потом брать деньги в долг станет дороже, и покупательная способность доллара будет снижаться. Средний класс будет страдать сильнее, чем когда-либо. Они собираются обложить нас чертовски высокими налогами. Вот что они собираются делать. Повышать налоги и печатать деньги. Они будут перекладывать все расходы на нас. Поэтому наши расходы будут продолжать расти. Коммунальные платежи будут продолжать расти. Покупательная способность доллара будет продолжать падать. Что ж, это в принципе справедливо для любой страны, ведь любая фиатная валюта имеет приблизительно одинаковые принципы. Теперь ты понимаешь, ради чего создавался биткоин. Это просто гениальнейшая технология, выход из системы, это эвакуация. Если не биткоин, то какая еще есть альтернатива? Феднау, глобальная цифровая валюта БРИКС, налоги, обесценивание твоих денег, стирание среднего класса. Сегодня я, как никогда раньше, верю в биткоин. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok